Привет, друзья! Сегодня поговорим о 1070 Ti, дитя конкурентной борьбы и, наверное, самая обсуждаемая и ожидаемая новинка на сегодня. Также я подготовил для вас небольшой тест оперативной памяти. Выясним, насколько четырехканальный режим отличается от двухканального. Результат, конечно же, предсказуем, но я делаю то, что обещал в комментариях. Это был мой долг перед вами. Плюс я добавил новые тестовые данные, на которые неожиданно у вас появился спрос. Я вот сказал про ожидания 1070 Ti, но не меньше, если не больше, ожидаемой APU от AMD. Пока вся скудная информация только о мобильных вариантах и вот результаты уже обнаружены в 3DMark. Эти данные уже сравнили с процессором на кабелек рефреш, но производительность процессора будем сравнивать уже потом, так как один и тот же процессор в разных ноутбуках отработал с разным результатом. Сейчас важнее сравнение встроенной в APU Vega. Если верить графику, она сопоставима с дискретной MX150, построенной на тех же компонентах, что и дисктопной GT1030. Интегрированная Vega всего на 12% уступает дискретной графике, в то время как графика Intel отстает от дискретки почти на 160%. В общем, это как раз то, чего ждали от новых APU – интегрированной графики на уровне бюджетных дисктопных видеокарт. Осталось дождаться появления не мобильных, а дисктопных APU. И вот, к слову, о встроенной графике. Самая свежая утечка о процессорах Intel с графикой от AMD. Первый процессор с такой графикой, по всей видимости, будет называться 8705G, если он вообще будет. Это уже второй загадочный тест. Но посмотрим. Утечка занимательная, и если все правда, Intel компенсирует отставание от AMD по встроенной графике с помощью AMD-шной же графики. И переходим от бюджетных к топовым, ну или почти топовым видеокартам. Что мы знаем о грядущей новинки видеокарте 1070Ti. То, что она появится в конце октября. То, что она могла бы конкурировать с 1080, если бы не заблокированная возможность повышения частот. Ну и то, что там новая версия старого чипа поколения Pascal 104, модель 300. Уже утверждают, что будут модели только от партнеров, а от самой Nvidia не будет видеокарт. Уже есть и первые фотографии даже этих самых видеокарт. Но, признаться откровенно, мы не знаем о ней ничего, так как о продукции Nvidia до официального анонса обычно мало что известно. Все это гадание на кофейной гуще. И в реальности может быть все, что угодно. Но самое интересное из всех слухов и утечек, это даже не предварительные тесты, а информация из некоторых источников о заблокированной частоте. Источники, суть по всему, это сотрудники компаний-партнеров Nvidia, готовящих свои варианты 1070Ti. И если предположить, что это защитная мера от внутренней конкуренции, существующей 1080Ti, то насколько она эффективна? Не будет открытием ни для кого, что разгоняют свои видеокарты и процессоры очень и очень немногие. Остальных чаще всего устраивает производительность имеющегося железа. Я сейчас не говорю о 10-летних и старше устройствах. Так вот, при этом в поколении Pascal вы можете наблюдать интересную картину. Видеокарты разгоняют сами себя выше заявленного турбобуста. Ну, примерно на 17-19% в зависимости от модели видеокарты. Например, в пике референсная 1080Ti работает на частоте 1910 МГц. Это уже разница в 20% от заявленного. Хоть это и редкий случай, и такой саморазгон можно заметить нечасто, но факт остается фактом. Предположительный порог буста 1070Ti почти 1700 МГц. Прибавим 17%, который сам собой выжимает любой паскаль сверх буста, и получаем 1970 МГц. Возможно, 2 ГГц в пике. Понятно, что и потоковых процессоров меньше, и память GDDR5 без X, если сравнивать с 1080, но я думаю, что разница в производительности упрется все же в частоту. А она в штатном режиме будет не такой большой. 1080 останется на рынке для тех, кто хочет дополнительного разгона, либо заводского от партнеров NVIDIA, либо полученного самостоятельно. А тем же, кого устраивает работа видеокарты в базовом, так скажем, сбалансированном режиме, смысла переплачивать за 1080 не будет. Либо бери 1070Ti и получай практически то же самое, только дешевле, либо сразу бери 1080Ti. Что будут делать Asus Gigabyte, MSI, Polit, Zatac и другие? Соревноваться, у кого тише и у кого холоднее получилась новинка. Производительность должна быть одинаковой. Ну и цена. У кого-то дороже, у кого-то дешевле. Предполагаемая стоимость 430 долларов. Анонс, по слухам, 26 октября. И вот в нашем чате в Telegram, спутники нашего Telegram-канала, задавали вопрос про конец октября. Когда же появится i9X в продаже? Так как с таким индексом только один процессор, то он в продаже. Если верить e-каталогу, минимум в шести магазинах. Сервис e-каталог – удобный сервис по поиску и подбору товаров. Здесь просто и быстро искать нужные девайсы. Если я пишу в поиске, например, GTX 1080, он выдаст мне ряд предложений с разными видеокартами GTX 1080 и не будет навязывать конкретную видеокарту от партнера сервиса. Помимо поиска, здесь есть подбор товаров по параметрам, контекстная помощь с детальной информацией, отзывы, обзоры и всё, к чему вы привыкли. Ссылка в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, разница есть, но незначительная. Кстати, в этом тесте и играх эта разница выше, чем в рабочих приложениях. Ну и сразу к играм. Total Warhammer 2. Тестовая сцена боя. Говорить о разнице в редких событиях даже не буду. Частота 154-165 кадров в секунду – это не фрезы. Это, скорее, недостижимая планка для большинства мониторов, которые находятся в распоряжении у зрителей этого ролика. Но разница есть. Правда, как только вы перейдёте в разрешение 4К и установите высокие настройки графики, частота упрётся в производительность видеокарты, и о какой-либо значительной разнице говорить не придётся. Бенчмарк Asha Soft Singularity – самый правильный бенчмарк из тех, что встроены в игры. И тут мы наблюдаем самый значительный разрыв – больше 15% в среднем. Редкие и очень редкие события в виде просадок до 36 кадров в двухканальном режиме на 8% подтянулись в четырёхканальном. Не думаю, что в реальной игре вы это заметите, так как эту разницу мы ищем уже почти с микроскопом. И всё же, обратите внимание на график времени кадра. Фреймтайм стабильно выше у двухканального режима. На всякий случай напомню, если время кадра выше, то значение FPS ниже. Что, собственно, и показывает итог. Новая игра – Средиземье. Тени войны. Тут, кстати, я не смог заставить работать автобёрнер, да и уродский фрапс был основной причиной того, что игра завершалась с ошибкой. Но ничего, если захотеть можно в космос полететь. Тут во встроенном счётчике всё хорошо, но всё же. Ручной подсчёт редких, но длинных кадров показывает, что игра и в двух, и в четырёхканальном режимах находит где притормозить в 2-3 раза. Однако, максимально нагрузив видеокарту, вы получите свои 60 кадров в секунду с красивой картинкой, и на то, какой у вас там режим, вам будет наплевать, так как разницы не будет никакой совершенно точно. Друзья, если в игры играть, то любой режим оперативной памяти и её варианты, я имею в виду сейчас одно, двухранговая, высокая и низкочастотная модель, вместе с современным процессором среднего и высокого класса обеспечит вам замечательные результаты, так что озаботьтесь лучше выбором видеокарты. А я перехожу к рабочим задачам. Первым в этот раз наш постоянный проект в After Effects. Как видите, назвать результат разным, конечно, можно, но проще списать на погрешность, 0,2% в финальном рендеринге. Но я подумал, что может быть разница во время работы, и After Effects и Premiere серьезно задействуют оперативную память. Но, откровенно говоря, и в работе разницы я никакой не ощутил, когда объем и частота были одинаковые. Как только я уменьшил объем памяти, тормозов и подгрузок стало больше. Так что следите за объемом. Cinebench дает те же результаты, 0,2%, и только корона показывает преимущество во времени рендеринга в 2,6%, что на деле всего 2 секунды. Ну и тест в V-Ray говорит нам самое главное. Думал брать старшую платформу ради четырехканального режима? Не занимайся ерундой. Если уж и делать такую покупку, то только ради многоядерного процессора. И на сегодня все, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok